Здравствуйте! 14 июня в Молдове пройдут выборы в местные органы власти, в городские, сельские, районные советы и примары населенных пунктов. В окружном избирательном совете зарегистрировались следующие кандидаты в районный совет. Партия коммунистов Республики Молдова, Либерально-демократическая партия Молдовы, Партия социалистов Республики Молдова, Демократическая партия Молдовы, Наша партия, избирательный блок список народа и независимые кандидаты. Валентин Кулинский, Ольга Посларь, Мария Тулуш, Сергей Ризов, Дмитрий Георгиев и Сергей Филиппов. На НТС стартуют предвыборные дебаты. Начиная с сегодняшнего дня, по пятницу включительно, мы проведем их с кандидатами в районный совет. Сегодня в нашей студии Дмитрий Вадоро-Иванов, представитель Либерально-демократической партии Молдовы. Добрый вечер! Добрый вечер! И Кулинский Валентин Константинович, независимый кандидат. Здравствуйте! Здравствуйте! Была приглашена также и Тулуш Мария Петровна, независимый кандидат, но она отказалась от участия в дебатах. Уважаемые кандидаты, в течение этой передачи вам будет предоставлено по 20 минут эфирного времени на приветствие, ответы на вопросы ведущего и финальное обращение. Я предлагаю вам по одной минуте использовать на приветственное обращение и финальное. Дальше вы уже распоряжаете своим временем, как вам будет удобно. Согласно приведенной жеребьевке до начала эфира, первым на вопросы будет отвечать Валентин Константинович Кулинский, независимый кандидат в районный совет. Валентин Константинович, пожалуйста, ваши первые минуты на приветственное обращение. Уважаемые избиратели, добрый вечер еще раз. Я приветствую всех тех, кто сегодня нас смотрит. И уверен, что ваш выбор будет достоин. Вы выберете тех, кто сможет действительно решить те проблемы, которые сегодня есть не только в районе, но и в городах, и в селах. Проблемы те, которые сегодня подвластны только нам, советникам, кандидатам, ну и, конечно же, вместе с вами. Работы предстоит очень много. Но самое главное будет зависеть от того, какой выбор вы сделаете. Спасибо. Спасибо, Валентин Константинович. Дмитрий Ведоро-Иванов, представитель либерально-демократической партии Молдовы. Пожалуйста, ваша минута на приветственное обращение. Добрый вечер, дорогие избиратели. 14 июня 2015 года очень ответственный день для всей нашей республики. В том числе, конечно же, для нашего района, для наших городов и сел. От того, кого мы выберем в советники районного совета, в советники городских, сельских советов, примары городов и сел, зависит наше будущее. Я уверена в том, что мудрость возобладает у всех избирателей. И мы изберем тех людей, которые показали себя только как достойные кандидаты. Я хочу сказать, что наша команда, команда либерал-демократической партии, это команда, которая не запятнала себя ни в чем. Это команда профессионалов, которая идет вперед, и которая не только словами, но и делами доказала то, что она умеет не только говорить, но и делать. И многое делает, и будет делать. Спасибо. Спасибо, Эдура Ивановна. Что ж, перейдем к нашим вопросам. Первый вопрос. Оцените, пожалуйста, только как можно очень коротко. Нынешнее социально-экономическое положение района и какие проблемы нужно решить в первую очередь, на ваш взгляд и согласно вашей предвыборной программе? Каким образом вы собираетесь решать эти проблемы? Есть ли какие-нибудь у вас уже разработки? И если можно, назовите первые три шага по решению проблем, которые вы озвучите. Валентин Константинович, пожалуйста. Уважаемые телезрители, уважаемые жители района, проблема сегодня, как и во всей республике, в районе огромная. Начиная с социально-экономического положения, заканчивая сегодня системой здравоохранения, заканчивая вопросами сегодня социально-бытовых услуг, заканчивая сегодня образованием, воспитанием, заканчивая спортом, развитием культуры и все остальные сопутствующие процедуры, которые необходимо обратить особое внимание. Самая главная проблема, конечно, это эмиграция. Сколько молодых людей выехало за пределы города и находятся на заработках во всем мире? Сколько брошенных детей и семей остались в ожидании высланных денег, которые могут сегодня отправить эти люди, которые не могут и места найти работы себе, и которые тоже там не определились? Нам пора с вами, уважаемые тераклицы, очень крепко подумать над тем, стоит ли дальше продолжать эту жизнь. Может быть, строить Европу не в Европе, может быть, Европу строить не в России, а строить Европу, наконец-то, у себя в районе. У нас есть весь потенциал для того, чтобы реализовать все те задуманные цели и задачи. В области здравоохранения я на сегодняшний день вижу очень большие проблемы в том, что качество услуг медицинских на очень низком уровне. Первое, что необходимо сделать, это необходимо установить ту аппаратуру, которая была приобретена за эти годы и практически не подготовлены специалисты для того, чтобы работать над ней. Первые шаги должны быть сделаны. Смонтировать аппаратуру, обучить персонал для того, чтобы те услуги, которые сегодня оказываются в Камрате и в Кишиневе, оказывались в тераклии. Второе, что необходимо сделать. На втором этаже, в Центре здоровья тераклии, в конце-то концов, надо определить детей, чтобы маленькие дети проходили отдельно, они находились вместе с взрослыми в этой поликлинике. Я думаю, что необходимо очень серьезно обратить внимание и на то обеспечение медикаментами. В период, когда сегодня подняты неопределенно ценные на медикаменты, первой необходимости, срочно необходимо предпринять все меры. Если даже не предусмотрены они в страховой медицине, необходимо это сделать, чтобы мне какие-то дотации давали с местного бюджета. В области образования мы рассматривали этот вопрос, и я ставил перед собой цель, и буду добиваться ее до конца, если буду избран. Мы должны вернуть звание лицея номер 2 в тераклии лицея Ивана Вазова, потому что те условия, в которых поставлены дети в южной части тераклии, они невыносимы. Дети должны подниматься в 5 часов утра, пешком добираться до школы. Я предлагаю, чтобы мы эти вопросы все решили немедленно, и чтобы с 1 сентября по достоинству лицей вернул свой статус лицея номер 2 имени Ивана Юнзова. Валентин Григорьевич, вот вы назвали одну проблему, я возьму за образец миграцию, что нужно строить Европу у нас дома. Вот как можно решить эту проблему? Как вы видите решение этой проблемы? Вот вы, если вы пройдете в районный совет, вот какие действия вы будете предпринимать, чтобы эту проблему решить, или хотя бы начать решать? Значит, сегодня одна из тех проблем, лично я могу высказать свое мнение по поводу того проекта, который я уже начал делать, по сути. Это туристический, культурно-спортивный, развлекательный комплекс на территории улицы Гоголя, переулок Панова. То есть это физкультурно-оздоровительный комплекс, это читалище, это театр смешан петок, это рядом музей находящийся, где открыт уже туристический маршрут по 11 государствам Придунайского и Причерноморского сотрудничества, в которые входит Россия, Украина и Молдова. И кроме того, в этих пустующих зданиях, которые мы предполагали, что будет Дом детского творчества, там необходимо построить большой холл, в котором будет входиться. Одна дверь будет входить в зрительный зал, где будут показываться кинофильмы, вторая дверь будет входить в городскую библиотеку. Кроме того, в тех остальных зданиях будет построена кабинет реалаксации, ароматерапия, рефлексотерапия, дальше ресторан и гостиница на 300 мест. Со стороны улицы Дзержинского, на этой же территории, будет построен плавательный бассейн 30-метровый, круглогодичного действия. Сзади за читалищем, со стороны улицы Панова и Дзержинского, предполагается построить парковку автомобилей. Почему мы придумали этот проект? Потому что сам Бог велел на этом месте именно вот это создать. 67 рабочих мест будут созданы, не считая вспомогательный состав, в котором могут работать технические работники. Спасибо, Валентин Константинович. Я вас прерву, может быть, мы еще вернемся к этой теме. Дура Ивановна, вот на ваш взгляд, оцените нынешнее социально-экономическое положение района, какие есть проблемы, которые нужно решать в первую очередь. Как вы считаете? Ну, конечно, если посмотреть по всем областям, проблемы практически во всех абсолютно областях есть. Много сделано, конечно, за эти годы. Много сделано, но еще больше предстоит сделать. Я считаю, что, конечно же, самое главное, самое важное – это повышение жизненного уровня и здоровья людей. Что для этого нужно сделать? Валентин Константинович сказал, да, нужны медикаменты, нужны аппараты медицинские, но для того, чтобы кто-то работал на этих аппаратах, нам в первую очередь нужны специалисты, которых не хватает, к сожалению. Может быть, наши врачи, они стараются изо всех сил, но, к сожалению, у нас нет этих специалистов. Конечно же, для того, чтобы улучшить здоровье и жизнь людей, мы должны пить качественную воду. У нас на юге, у нас очень плохое качество воды. Из-за этого практически 90% болезни из-за некачественной воды. У нас в программе есть именно улучшение качества воды при помощи замены практически всех сетей водоснабжения, не только по городу, но и по селам. А где нет этих сетей, надо построить водоснабжение, чтобы в каждую дом входила холодная вода, ну а в дальнейшем, я думаю, что войдет и горячее. Значит, по поводу, конечно же, для того, чтобы лицеи, школы, гимназии, они сегодня прекрасно отремонтированы. Я думаю, что будут продолжаться эти проекты. Есть некоторые села, которые не принимали участие в проектах по энергоэффективности. Я хочу сказать, что именно благодаря нам, именно нашей команде Либерал-демократической партии, мы смогли в этом году, в прошлом году, в 2014 году, эти проекты по энергоэффективности, которые это по утеплению школ, по замене окон, дверей в гимназиях, в школах, в том числе в университетском общежитии, мы смогли добиться, именно благодаря нашей команде, мы смогли добиться контрибуции 2 миллиона 200 тысяч по гимназиям, Лицеем района, плюс миллион 200 тысяч на общежитие университета. Конечно же, у нас, я считаю, что еще, наверное, проблемы то, что у нас прекрасный университет государственный, но, к сожалению, на сегодняшний день он загружен на 50%. Это тоже, я считаю, что мы должны работать на то, чтобы наши дети оставались здесь, сделать все, чтобы наши дети не уезжали, особенно после 9 класса. Да, с бакалавром мы видим, что творится. Наши дети уезжают в Приднестровье, наши дети уезжают в Россию, наши дети уезжают в другие населенные пункты, в другие страны. То, что в другие населенные пункты Молдовы, это хорошо, они остаются в стране, но то, что они уезжают в другие страны, это, конечно же, очень большое горе. И мы должны сделать все, чтобы остановить детей. Например, как, Дорова? Например, как? Так вот, я думаю, что мы говорили уже о том, что я лично, мы с Марьей Лазаревной, был сенат в университете, приезжал посол, обращались к послу Болгарии, обращались в правительство, в министерство образования, о том, чтобы открыть колледж у нас в университете. На базе нашего университета открыть колледж, чтобы мы смогли удержать детей после 9 класса. Те дети, которые не хотят учиться в лицее, они будут иметь возможность закончить 12 классов и получить профессию. Они захотят сдавать бакалавр, они будут сдавать в колледже бакалавр. Не захотят, они будут иметь профессию, они смогут дальше работать. А мы видим, что на сегодняшний день, вы знаете, вот бакалавр, очень много вопросов по бакалавру, но я считаю, что все-таки рабочие профессии больше ценятся сегодня. У нас дети заканчивают, к сожалению, великому сожалению, у нас умные дети, но они заканчивают университеты, они уезжают за границу и работают строителями, каменщиками, имея диплом экономиста, юриста, диплом специалиста высшего образования, высшей категории. А есть какие-то гарантии, что даже если откроется колледж, что дети будут оставаться? Вы знаете, что идет подготовительная работа очень большая. Для того, чтобы открыть колледж, это не так сегодня сказали, завтра ее открыли. Идет подготовительная работа по всем гимназиям Тараклийского района, по всем гимназиям города. И я считаю, что это все-таки будет очень большой плюс, если мы сможем удержать детей именно болгарской национальности на месте. И мы, это университет, мы знаем, что молдоболгарский, и тот же самый колледж будет молдоболгарский, и мы сможем в детях сохранить вот эту национальную идентичность. Потому что, к сожалению, она теряется с годами. Мы должны, мы хотим, мы говорим о Тараклийском районе, о национально-культурном районе, но чтобы его сохранить, мы должны в первую очередь сохранить людей на территории. Спасибо, Берия Ивановна. Давайте, да, пожалуйста, Валерий Костянович, можете задать. Один из самых страшных проблем, которые может случиться, это то, что на будущий год практически лицеи, твардицы, кортины, волипержи остаются без бакалавра. То есть они не смогут заканчивать школу у себя, так как у них не будет этих классов. Они не будут набирать столько учеников. Поэтому задача номер один будет стоять сразу же, немедленно продумать возможность об обустройстве этих детей в Тараклии. В Чедерлунге эти дети заниматься не смогут, так как там изучают гагарусский язык. Поэтому нам сегодня надо ставить задачу о том, чтобы создать условия для этих детей, чтобы они неделю обучались в Тараклийском, 4-м лицее, допустим. Рядом находилось общежитие, где они могли бы проживать и питаться, чтобы эти дети на выходные могли бы посещать свои семьи. Нам надо подумать еще о том, что лицея не будет в Кайроклии. Дети, которые сегодня в гимназиях учатся в Алувате, Новоселовке, в Балабанах, эти же дети тоже должны учиться где-то. Поэтому задача номер один будущему совету, это необходимо сразу продумать все вопросы для того, чтобы подготовить почву, для того, чтобы эти дети остались у себя. Хорошо, спасибо. Если мы уж коснулись темы того, чтобы удержать детей здесь, в Тараклии, то есть такие же причины, почему они уезжают. Уезжают в том числе из-за того, что низкий уровень жизни, отсутствие рабочих мест. Они не видят своего будущего здесь на родине. Одно из решений этих проблем это привлечение инвестиций в район, это создание новых рабочих мест, дополнительные источники дохода как для семьи, так и для районного бюджета. Почему, по-вашему, к нам не приходят инвесторы? И что нужно изменить, поменять, чтобы все-таки привлечь этих инвесторов к нам в Тараклию? Назовите ваши действия в решении этой проблемы. Ульяна Гостанович, пожалуйста. Я считаю, что одна из главных задач для привлечения инвестиций это создание тех условий, когда инвестор будет четко понимать, что эти деньги не уйдут на ветер. В последние годы мы видим, что творится с хищением этих средств. Европейский Союз отправляет деньги, деньги исчезают непонятно где. Направляют из других источников, частные инвесторы. Вот посмотрите фирмы, западногерманская, которая производила в Бельцах электропроводку на автомобиле. Что побудило, чтобы они уехали? Это побудило именно то, что расточительство, воровство, непомерные налоги выросли. Людям стало непомерно по этим меркам жить и продолжать свой бизнес здесь на месте. Поэтому нам необходимо создать микроклимат для тех инвесторов, которые сегодня готовы вложить деньги в нашу инфраструктуру. То, что мы планируем сегодня инвестиции привлекать, во-первых, должно быть четко определено, на что мы будем тратить эти деньги. И прозрачно должны видеть и люди, куда уходят эти деньги и на что они пошли. Должен быть конкретный результат. Эти деньги должны окупиться. Я почему сегодня еще раз затрагиваю эту тему по созданию культурно-спортивного, туристического, развлекательного комплекса, потому что это будет местом отдыха и горожан, это будет местом отдыха и туристов, это будет местом отдыха и всех тех гостей, которые будут приезжать в Таракливу. Ведь тот маршрут, который сегодня открывается с Ливен-Мелитополь, он будет проходить через Болград, он будет проходить через Таракливу, Кишинев, Одесса, Мелитополь. Но самое главное другое, что середина пути 800 километров и с одного конца и с другого, это Тараклия. И было бы преступлением, чтобы мы сегодня не использовали вот эти возможности. И еще хотел бы сказать, ведь в этом же холле, где будет пристроен вход в кинозал и библиотеку, там будут находиться бутики, в которых будут реализовываться произведения наших народных умельцев. Это дополнительные средства пенсионерам, это дополнительные средства молодежи, которые имеют возможность сегодня своими руками, своими мозгами добиваться того, чтобы зарабатывать деньги на пустом месте. Ведь они свободны от работы, время, от основного занятия. Они смогут эти деньги зарабатывать. Это подспорье будет к зарплатам и пенсиям. Есть очень много возможностей. Сегодня нам просто никто не верит. Слишком мы проштрафились. Какие ваши действия будут, если вы пройдете в районный совет относительно этого проекта? Или относительно вообще привлечения инвесторов сюда? Мы давно ведем переговоры с инвесторами из Болгарии. Нас посещают сегодня поляки. Посещали недавно немцы были. Мы беседовали с послами многих стран, находящихся в Республике Молдова. Они сегодня готовы представить нам гранты. Но опять-таки, когда заходит разговор о том, что нужно конкретно сегодня, даже ту же контрибуцию сегодня у людей собрать невозможно, потому что у людей просто денег нет. Вы посмотрите цены на рынках сегодня, что творится. Налоговая просто-напросто с закрытыми глазами проходит мимо тех фактов, что сегодня незаконно завышенные цены. Есть товары, которые сегодня везут из-за границы. Да, они облагаются там пошлиной, они облагаются другими какими-то еще сборами. Но извините меня, когда сегодня цены диктует не рынок, а диктует отдельный производитель, и когда они существуют в рыночной экономике, на сегодняшний день нету просто государственного капитала, нет государственного представителя, чтобы можно было сегодня создать конкуренцию. Вот это рыночная экономика. Хорошо. Районные советники что они могут сделать? Заставить сегодня налоговую инспекцию, чтобы те доходы, которые сегодня идут этим частникам, которые продают, и тем другим инвесторам, которые сегодня вкладывают якобы деньги, они являются посредниками. На сегодняшний день вся беда в цене производства является в том, что эти цены от производителя не идут на рынок, они идут через несколько посредников, и цены завышаются на каждом этапе. То есть тот, кто не имеет никакого отношения к производству, он сегодня обогащается, народ не чает. Спасибо, Валентин Константинович. Доро Ивановна, по-вашему, почему в нашем районе нет инвесторов, почему они так сложно приходят в Тараклию, и вот что нужно изменить, что поменять, чтобы их стало больше? Вы знаете, наверное, для того, чтобы приходили инвесторы, мы должны создать благоприятную ситуацию, чтобы человек, если вложил свои деньги, он был уверен в завтрашнем дне. И у нас есть прекрасная зона свободного предпринимательства. Но, к сожалению, за столько лет, как работал завод СанТЭК, который закрыли, у нас ничего там не открылось. Я просто думаю, что это, наверное, вопросы и к тем чиновникам, которые руководят этой зоной. Я думаю, что районный совет, вот я, будучи советником районного совета, и если войду в совет районного совета с вашей помощью, уважаемые избиратели, я думаю, что в первую очередь надо спросить тех чиновников, которые там трудятся, почему к нам не приходят инвесторы. Потому что у меня были разговоры несколько раз с начальником свободной экономической зоны, и он сказал, что они просматривают, рассматривают какие-то проекты, но почему-то эти проекты остаются только на бумаге и на уровне общения, на уровне переговоров. Этого не должно быть, конечно же. И для того, чтобы эти люди вкладывали деньги, любой из нас, если мы вкладываем деньги, мы хотим видеть отдачу от этих денег. Или, по крайней мере, чтобы эти деньги пошли действительно туда, куда нужно эти деньги должны. А по поводу цен я хочу добавить. Все-таки, наверное, районный совет, районный совет, есть служба, отдел экономики. И я думаю, что, наверное, каким-то образом надо сделать так, чтобы отдел экономики следил за ценами. Почаще были бы. Почаще были бы на рынке, да, правильно, Валентин Константинович, почаще выходили бы. И чтобы они следили за этими ценами. Чтобы хотя бы какой-то был, не знаю, уровень какой-то заработных плат, чтобы соответствовал уровень заработных плат и уровень этих цен. Заработная плата, а пенсии. А эти пособия нищенские на сегодняшний день, к сожалению. Люди не могут прожить просто на эти пособия. И я считаю, что для того, чтобы инвесторы к нам приходили, мы должны просто создать самые, что ни на есть, благоприятнейшие условия. Хорошо. Как вы будете создавать? Пройдете в районный совет. Как вы будете создавать эти условия? Как будем создавать эти условия? В первую очередь, надо начинать, надо быть честным и порядочным. Чтобы они поверили в нашу честность и порядочность. Что мы придем, если мы возьмем деньги, значит, мы вложим эти деньги туда, куда нужно. И столько, сколько нужно. А не так, что у нас были случаи, я помню, что когда-то приехал один чех, по-моему, хотел открыть линию масса производства. И когда он уже раскрыл эту линию, ему сказали, что у нас нет молока, не хватит молока. И я помню тогда, что он уехал, и мы чуть ли не попали в Тараклийский район, черный список, что вот тут, там не с кем говорить. Это было, наверное, лет 8 назад. Я помню это очень хорошо. Когда первые-первые инвесторы приезжали. Конечно же, это надо изучить полностью, изучить все условия, изучить все финансовые какие-то документации, чтобы сказать людям, вот вы сегодня открываете, мы работаем, и через какое-то время вы будете видеть отдачу. И наши люди, конечно, это рабочие места. Это мы сможем остановить наших молодых людей. Я не думаю, что у нас строятся дороги, что сел с Мусаит Абудей не смогут приехать на работу в Тараклию. Если будут рабочие места, и будет оплата хотя бы те же 5000 лей, те же 6000 лей, 4000, люди будут приезжать и работать, и будут воспитывать своих детей, и будут рядом со своими семьями. И я считаю, что это будет очень хорошо. Но кроме моральных качеств, о которых вы говорите, что нужно быть добросовестными, и порядочными, что можно еще сделать? Как привлекать этих инвесторов к нам? Не искать их. Во-первых, нет, они есть. Ну хорошо, вот согласно нашей предвыборной программе, что вы предлагаете? Согласно нашей предвыборной программе, я думаю, что инвесторы есть. Инвесторы есть. Просто надо изучить. Ведь, допустим, надо найти какую-то область, которая пригодна, которая сможет работать у нас в районе. Мы не сможем, ну не знаю, не сможем, наверное, на какую-то молочную продукцию, потому что у нас на сегодняшний день надо изучить количество молока, которое выпускается. Мы не сможем, ну не знаю, какое-то, мы, допустим, сможем какие-то фабрики по пошиву чего-нибудь, да? Какие-нибудь там мини-заводы по производству, по переработке овощей, фруктов. Я думаю, что это все возможно. Только должно быть желание. Спасибо большое. Можно я одну реплику скажу? Да, пожалуйста, Валентина Костанович. Когда мы начали говорить о привлечении инвесторов, знаете, на память пришла одна такая мудрость китайская, которая сказала, что нетрудно управлять миром, стыдно делать это плохо. Поэтому и нам в какой-то степени, с Дурой Ивановной сегодня, наверное, тоже стыдно, что мы были в том созове, и мы не смогли сделать сполна то, что планировали сделать. Да, многое помешало нам в этом, но тем не менее, мы же должны сделать вывод из того, что мы могли сделать, что мы не сделали. Действительно, сегодня инвесторов, очень много людей, готовы вкладывать деньги. И даже наши же ребята, которые работают за рубежом сегодня, они сегодня могут вкладывать деньги. Вопрос весь один. Есть ли гарантия, что эти деньги не будут украдены? Это первое. Второе. Я хотел бы добавить по поводу все-таки рыночных этих цен. Ведь налоговая не следит сегодня вместе с отделом экономики. Ведь налоги не отчисляются от тех прибылей, которые они получают за реализованную продукцию. А если бы отчислялись налоги по тем ценам, которые они сегодня реализуют на рынках, тогда бы экономика и города, и района была совершенно другая. Да. Хорошо, вы сказали, что стыдно плохо управлять миром. Дорова, вот и вам что-то мешало в течение этих четырех лет привлечь этих же инвесторов и изучить ситуацию? Дорова, нет, не мешало. Нет, не мешало. В чем дело тогда было? Не мешало. Наверное, недостаточно требовали с людей, которые отвечали за это дело. Я так думаю. Нужно было быть жестче, нужно было быть более конкретно вот требовать, вот каждый человек должен отвечать за ту работу, которую он выполняет. И вот, наверное, надо было быть более жесткими и требовать, чтобы те люди, которые поставлены для этого, которые получают зарплату, чтобы привлекать тех инвесторов. Потому что советник районного совета, он в основном решает вопросы, которые касаются местных, районных. А инвесторы, это уже Министерство экономики, это уже структура, которая подчиняется напрямую Министерству экономики. И поэтому я считаю, что это просто, наверное, халатность тех руководителей той структуры, которые не занимались этим тем, чем должны были бы заниматься. Спасибо большое. Мы в первом вопросе о социально-экономическом положении района уже коснулись немного темы дефицита кадров, в частности, в сфере здравоохранения. В больнице, да, был произведен неплохой ремонт, оборудование новое, однако обеспеченность кадрами всего лишь не более 50%. И приходится все время брать эти направления и уезжать в Чеддерлунгу, в Кагул, а то и в Кишинев. Если бы уезжали в Чеддерлунгу, в Кагул, они сегодня уезжают, молодые специалисты. Я имею в виду пациенты. Пациенты, пациенты. Вот как привлечь молодых специалистов в наш район? Вот что вы предлагаете, согласно вашим программам? Назовите, пожалуйста, хоть какие-то временные сроки. Как можно это осуществить? Валентий Костич. Я думаю, что не секрет сегодня, что обеспечение с кадрами 42% у нас в районе медицинскими. Одна из проблем – это низкая заработная плата. Вторая проблема – это предоставление жилищ. Жилищно-битовые условия. Ведь врач, когда приходит после 11-12 лет учебы, это готовая семья. Он приезжает с детьми, с семьей. Ему необходимо предоставить те условия, в которых он мог бы чувствовать себя комфортно, чтобы он не думал, что сегодня где он переночует, а чтобы он твердо знал, что у него есть квартира, у него есть жилье. И будет возможность, согласно законодательству, через 5 лет приватизировать это жилье, стать хозяином. Но тут есть еще одна проблема – низкая заработная плата. Государство сегодня не выплачивает эти деньги подъемные, которые должен получить студент. То есть человек, который уже получил место назначения. Не работает сегодня на государственном уровне место распределения, откуда был направлен студент. Если он обучался на бюджете, он должен отработать эти годы. Хорошо, а районный совет что может решать? Районный совет может поднять этот вопрос. перед министерством здравоохранения, перед министерством на сегодняшний день образования, перед правительством в конце концов принять хотя бы те решения, которые уже приняты, постановления правительства, чтобы они исполнялись. Ведь они приняты, эти постановления, их никто не отменял. Но тем не менее, это не соблюдается. И еще самое главное другое, что обидно, когда молодой специалист, у него новое мышление, у него видение тех сегодня вопросов реализации медицинских новаций, у внедрения тех сегодня технологий, методик лечения людей, он не может реализовать себя, потому что он вынужден выезжать не в Кагул, не в Чедерлунгу, он выезжает за границу и получает там заработную плату, чтобы прокормить свою семью здесь. Вот проблема в чем. На сегодняшний день в Тараглееве вы прекрасно знаете, что более 70% сегодня пенсионеры работают и в центре здоровья, и в лечебном корпусе. Скажите, мы не вечные, нужна замена. Для того, чтобы была замена, необходимо привлекать свежую силу сюда. Необходимо передавать опыт. Необходимо, очень важно для того, чтобы сегодня привлечь молодежь сюда. Во-первых, первое, создать нормальный... То есть районный совет может выйти с ходатайством или к министерству, правительству. Может быть, даже с требованием, не только с ходатайством. Может быть. Дора Ивановна, вы, как считаете, вот согласно вашей предвыборной программе, у вас есть какие-то шаги по решению этой проблемы? Потому что вы признаете, что проблема действительно есть, ее нужно решать. Вы что предлагаете? Ну что, да, эта проблема очень большая. И то, что сказал Валентин Константинович, 42% из этих 42%, наверное, 20% пенсионного возраста или предпенсионного возраста. У нас доктора. И, к сожалению, через несколько лет у нас, если будет вот так вот оставаться на этом уровне, динамика на этом уровне будет оставаться, то у нас есть действительно такое, что мы можем остаться вообще без врачей. Ну что, очень много, я хочу сказать, что за эти годы районный совет много делал для этого. Мы обращались много раз и в министерство, обращались лично, я говорила тоже с министром, и районный совет, и председатель, мы давали полномочия председателю обращаться. Но, к сожалению, не хотят молодые специалисты ехать к нам. Мы приняли решение, отремонтировали две квартиры для молодых специалистов. Они практически уже готовы. Но вы знаете, когда они привыкают, очень мало выпускников, очень мало выпускников остается. И на всю страну, там, если выпуск, ну сколько, если общего профиля там, если человек 40 общего профиля, 42 самое большее, то в первую очередь, конечно же, если врачей, как у нас не хватает, так не хватает и в городах. И поэтому, конечно, они в первую очередь, прожив 10-12 лет в городе, пока они учатся, привыкну к условиям городским, что у них все абсолютно и развлекательное, и отдохнуть можно, в парк культуры пойти, в кино пойти, и работать достойно, и отдохнуть есть где. Конечно же, они к нам не приходят. Ну что для этого нужно сделать? Мне кажется, просто надо растить своих врачей, отправлять наших детей, платить, как мы раньше, помните, платили, отправляли, платили за этих детей, за учебу, пусть даже они занимаются на бюджете, чтобы районный совет брал полностью на себя оплату учебы. И я думаю, что только тогда мы сможем их вернуть. И, конечно же, пока этот специалист придет, мы должны подготовить ему достойное жилье, чтобы он пришел, право Валентин Константинович Праду сказал, они уже приезжают с семьями, и семья, это в основном у них семьи и два врача. Это уже плюс нам. И поэтому, конечно же, должно быть жилье достойное, достойная заработная плата, и достойное условие труда. Ну, по условиям труда, я хочу сказать, что больницу отремонтировали, слава Богу, с 16, более 16 миллионов выделено средств. Много медицинского оборудования получено. И я думаю, что больница наша на уровне, но, к сожалению, врачи есть, есть, но нехватка врачей очень сильно влияет на качество медицинского обслуживания. И хорошо, придя в районный совет, вы что будете делать? Я думаю, что в первую очередь, конечно, изучить вопрос, кто из наших детей учится в мединституте. Я примерно, я знаю этот список детей. И обращаться, работать напрямую с этими детьми. Никакое министерство здесь, я думаю, не поможет. Никакое абсолютно. Да, будут они их посылать. Они, вы знаете, вот сейчас, когда мы говорили о том, что преподавателям давали подъем, дают подъемные 3 тысячи, да, по-моему, 30 тысяч. 30 тысяч. Они один год работают, получают, там дают как-то частями, получают 10 тысяч, и многие уезжают, они даже возвращают эти деньги. Они не хотят работать. Но за месяц зарабатывают эти за рубежом. Да, да. И они за месяц зарабатывают эти 30 тысяч за рубежом. Поэтому надо действительно создавать такие условия, привлекательные условия для нашей молодежи, привлекательные условия для досуга молодежи. Потому что работа, это работа. Но человек, если работает, он должен достойно иметь место, где отдохнуть. И, конечно же, для детей. Я хочу сказать, что у нас нехватка мест в детских садах. У нас не хватает мест. У нас берут детей с 3 лет. Очень много детей подходили ко мне. Мы не можем взять, потому что нету некуда взять этих детей. Нет групп. Заканчивается ремонт. Заканчивается. Ну вот, кстати, я хочу сказать о ремонте первого садика, что именно благодаря нашему ходатайству были выделены на ремонт первого садика миллион леев. На ремонт детского садика Твардица 600 тысяч леев, которые уже использованы, где ремонт произведен. Нижняя Абата 200 тысяч леев, Верхняя Абата 200 тысяч леев, Мусаид 350 тысяч леев где-то. Это именно благодаря ходатайству нашей организации, нашей Либерал-демократической партии, районной организации, что эти люди получили и ремонт идет. И если не хватит, конечно, этот миллион для первого садика, я думаю, что там только внешняя работа. Хорошо, Дарован. Давайте мы перейдем к... Реплику одну только. Да, Валентина Костякович. Если мы заговорили уже о создании той инфраструктуры, чтобы сегодня создать нормальные условия для того, чтобы к нам приезжали молодежь, чтобы к нам специалисты не только приходили документы отметить и уехать, мы как раз с этой целью мы и создаем вот этот культурно-спортивный, туристический, развлекательный центр, куда этот врач смог бы взять жену, ребенка, детей, привезти туда, получить любые услуги, которые его интересуют. То есть место проведения досуга будет обеспечено по всем параметрам. То есть работы есть еще много. Давайте теперь есть вопрос отдельный для каждого. На сайте нашей компании был оставлен вопрос-комментарий относительно политических партий. Я задам, если Вентин Константинович не возражает, я сначала задам вопрос Дори Ивановне. Пожалуйста. Слово в слово я озвучивать его не буду. Хорошо. Пользователь написал, я буду голосовать только за независимых кандидатов, так как по партийным спискам проходят не всегда достойные люди. Дори Ивановна, кто входит в ваш список кандидатов от либерально-демократической партии. Не перечисляйте, но может быть вы можете кого-то среди них выделить. Я хочу сказать, что то, что независимые кандидаты, я немножко не согласна, потому что в нашей команде есть очень достойные люди. Это люди, которые показали себя действительно в работе, они ни в чем себя не запятнали. Это посларь Мария Лазаревна, ректор университета. Это Ламбов Дмитрий с города Твадица. Это Душков Дмитрий, примар города, села Нижняя Албата. Это Валерий Платика, врач. У нас экономисты, у нас есть люди, которые действительно показали себя в работе. Это Екатерина Владимировна Бешир, центр агентства занятости. И многие-многие другие. У нас среди нас Драган Эдуард, у нас Курдов Георгий, среди нас учителя Новикова Марина, Усатая Светлана. Люди разных профессий. Это люди, которые известные люди в городе и в районе. Это люди, которые показали себя в работе. И я не считаю, что если команда идет, то команда обязательно должна быть не знаю. Я считаю, что все-таки за команду лучше голосовать, потому что когда человек командой идет, он может больше решить. Когда один, один поле не воин, мы знаем, что если идет команда, если проходит несколько человек, то они могут влиять на решения какие-то районного совета. Спасибо, Драган. Я так считаю. Мы коснулись уже политики. Валентин Константинович, вы много лет были членом партии коммунистов. Почему вы покинули ее ряды и теперь идете как независимый кандидат? Во-первых, давайте так, что я не покинул партию коммунистов, я покинул бездарных руководителей этой партии, которые начали ставить свои личные амбиции выше, чем интересы партийцев, членов партии и выше, чем интересы людей. Возьмем, к примеру, парламентские выборы. Мы шли с лозунгом, что мы идем в таможенный союз и вдруг сюрприз получили в парламенте. Здесь руководство на месте. первым секретарем райкома партии был назначен человек, который три года всего лишь партии, который не соизволил ни разу открыть устав и посмотреть, что там написано. Он уже самолично принимает решение, кого исключать из партии, кого посадить, кого там убрать. В балабанах, например, он подошел сам лично, убрал те списки советников и примарок, которые предложила партийная организация. Скажите, можно так работать? Это разве партия? Ведь партийная организация несет ответственность за то, чтобы там были какие-то рекомендованы советники. Кого избрать примаром? Сегодня у кого спросят, когда первый секретарь сказал, что так и будет. Вот за что мы и 4 апреля, собственно говоря, и было вот это предупреждение ему, что это не только ему было предупреждение, это будущим руководителям района, чтобы они знали, что ничего мимо советников больше не пройдет. Ни один председатель района не будет самовольничать и принимать решение самолично, а будет советоваться и советники будут принимать решение, кого наказывать, кого снимать с работы, за что и как. Потому что беспредел, который чинится в последние годы, он как раз и заставил меня пойти на этот шаг. Еще раз повторяю, с партии я не уходил, я остался в душе коммунистом, я ушел от бездарных руководителей и станусь преданным своему народу до конца. Валентин Константинович. Допустим, перейдем к другому вопросу, представим ситуацию, которая уже не так далека от нас, прошли выборы. Ну, Ивановна, какие прогнозы вы даете вашей партии в Тараклее и какие будут первые действия, вот уже, если вы пройдете в районный совет, как и с кем вы будете работать в районном совете? Ну, прогнозы я не могу сегодня давать никаких прогнозов. Каждый, вы знаете, все прогнозы, все соцопросы, я считаю, что они абсолютно не соответствуют действительности. Много раз мы в этом убеждались. Прогнозов я не могу никаких сегодня давать. То, что было, видели, то, что будет, мы увидим. Конечно же, я надеюсь, что все-таки нас поддержат. Я уже назвала, что у нас команда профессионалов, команда людей честных, команда людей, доказавших себя уже в работе. И я хочу сказать, что первое, конечно же, мы для того, чтобы, я не думаю, что более 50% мы войдем в районный совет. И не думаю, что ни одна партия не войдет более 50%. Надо будет все-таки создавать какие-то фракции. Ну, конечно, мы будем создавать фракции с теми людьми, которые близки нам по духу, которые, люди, которые тоже показали себя, что мы будем уверены, что мы сможем с ними дальше решать какие-то вопросы. А не так, как сказал Валентин Константинович, из крайности в крайность люди кидаются и практически ничего не делают. Результатов никаких. Спасибо, Дура Ивановна. Валентин Константинович, а Вы с кем будете работать в Ваши первые действия в районном совете? Ну, конечно же, я буду работать только с теми, у кого программа будет сходна с моей программой. Те задачи и цели, которые я поставил перед собой, я должен решать с теми людьми, с которыми я считаю необходимыми. Буду, конечно, стараться привлекать к решению тех вопросов всех советников, не брезгуя никем, не возвышаясь ни над кем и не унижаясь тоже ни перед кем. Но те цели и задачи, которые я поставлю, я буду добиваться их выполнения. Кроме того, я бы хотел сказать, что советники это не враги, это оппоненты. И надо свято помнить, что со всеми людьми надо находить общий язык и уверен, что со всеми можно договариваться. Договариваться, что мы решаем проблему сегодня, не центра, который решает свои проблемы. Мы решаем проблему сегодня нашего народа, наших избирателей, которые дают нам. И душа болит за наших детей и внуков, когда мы не способны сегодня, защитить их от произвола, когда мы не способны сегодня дать им то, на что они сегодня имеют полное право и по Конституции, и по общечеловеческим правилам. Поэтому я буду работать, если надо будет, и с дьяволом, но я буду выполнять ту программу, которую я принял на себе. Хорошо. Валентин Костанович, а какие первые шаги будут у вас в районном совете? Какие проблемы вы будете поднимать, вопросы решать? Я уже назвал эти проблемы, что первое, что необходимо сделать к началу учебного года, принять решение о том, чтобы вернуть статус лицея имени Инзова. Вторая проблема, чтобы подготовить почву для того, чтобы детей, которые будут освобождены к новому учебному году, потому что они за горами, чтобы эти дети могли обучаться здесь, в Тараклии, иметь нормальное жилье, чтобы эти дети, которые приедут к нам из наших сел и районов, чтобы они были в нормальных человеческих условиях и имели возможность заниматься и закончить школу здесь. Второй этап, который параллельно буду работать со своими коллегами, моими сотрудниками музея, чтобы мы завершили вот этот проект, который мы сегодня... Мы сегодня работаем с многими инвесторами уже в Болгарии. К нам сегодня есть предложение от посольства, которое предлагает... Да, мы пролетели с одним из проектов американского фонда посольского, но пролетели чисто по политическим мотивам, когда наш проект был один из проектов, который заслуживал внимания, который должен был пройти. Но тем не менее мы не прошли, и мы руки не опустили, и головы тоже не склонили. Мы будем идти вперед и добиваться всего того, чтобы добились своей цели. Но главное, еще раз хочу повторить, уважаемые избиратели, что главной задачей я перед собой ставлю, чтобы создать те оптимальные условия и сделать все, что от меня будет зависеть, для того, чтобы наши дети, наши внуки не уезжали отсюда, а оставались дома, и чтобы они сегодня поднимали и работали на экономику родной Тераклии своего района, и чтобы они всегда были рядом с родителями, и чтобы они знали, что мы их любим и ценим. Финальное обращение будет еще время. У нас последний раунд наших дебатов это ваши вопросы друг к другу. Есть ли у вас какие-то вопросы друг к другу? Может быть, вы хотели бы что-то узнать у своего оппонента? Единственный вопрос. Дора Ивановна, мы работали с вами в прошлом созыве. Как вы считаете, мы сработаемся в будущем? Думаю, что сработаемся, Валентин Константинович. Я думаю, что сработаемся, и я точно так же, как Валентин Константинович, хочу добавить. В прошлом созыве мы работали, и фактически очень многие вопросы принимали, 100% голосовали, если это касалось действительно благополучия, благосостояния людей района. Но если, конечно, мы видели, что там решаются личные проблемы, вы знаете, у меня всегда было свое мнение. Я могла одна проголосовать против всех, если я считала, что это действительно было так, что это было против людей, что это решались какие-то, преследовались какие-то личные какие-то цели, и люди решали личные свои какие-то вопросы. И поэтому я думаю, что мы будем работать, и будем работать только на благо людей, жителей нашего района, наших сел и городов. Спасибо, Дараванна. Может быть, у вас вопрос к Валентину Константиновичу? Да, у меня нет вопросов к Валентину Константиновичу. Я думаю, что Валентин Константинович все высказал уже, в своей программе. Я думаю, что у него программа, я вижу, что его программа очень близка с нашей программой. И я думаю, что, конечно, мы в дальнейшем будем сотрудничать и будем работать только для Тараклийского района. Я хочу добавить пару фраз. В своем выступлении я не отметил, что я намерен делать в области культуры. Я не сказал, что я буду делать в области спорта. Валентин Гастырьевич, хочу просто предупредить. Есть время. Ваша минута и, по-моему, секунд 12, но это на финальное обращение. Всего осталось 12. Минута и 12 секунд. Тогда двумя словами. И в области развития спорта на территории района, и в области культуры развития, восстановления храмов культуры, у меня в программе все это отмечено, указаны сроки и источники финансирования. Спасибо вам большое. Что ж, я даю вам последнее ваше время, последнюю минуту на финальное обращение к избирателям. Валентин Константинович, пожалуйста. Уважаемые избиратели, 14 июня выборы в местные органы власти, советников первого и второго уровня и примаров. Уважаемые земляки, уважаемые жители района, нам с вами предстоит избрать нашу местную власть, примаров и советников. Следующие 4 года мы будем иметь ту власть, которую мы с вами вместе изберем. А потому, давайте мы хорошо подумаем, прежде чем опустить бюллетень в урну. Назад этот бюллетень не вернешь. Даже если крепко ошибешься, вручая нашим избранникам власть, мы должны быть твердо уверены, что они готовы работать на благо своего народа, во благо детей и внуков, молодежи и пожилых людей во имя будущего поколения, не жалея сил своих и личного времени. Голосуйте за конкретных людей, никто кроме вас не знает их лучше. Ваше время, к сожалению, истекло. Ваша минута. Дорова Ивановна, пожалуйста, ваше время. Уважаемые избиратели, дорогие тараклийцы, дорогие земляки, 14 июня действительно нам придется сделать выбор. Сделать выбор на 4 года, на 4 года развития нашего района. Я уверена, что каждый из вас сделает его правильным. Какой бы он ни был ваш выбор, он ваш. И я, конечно же, призываю вас проголосовать за команду ЛДПМ. Это команда, которая показала уже не только словом, но и делом. То, что она умеет работать. То, что она, то, что говорит, она делает. У нас есть все возможности для выполнения, для реализации поставленных перед нами задач. Я хочу сказать, что в этом году, благодаря именно нам, уже Дорожный фонд выделил 2 миллиона 10 тысяч леев, из которых 500 тысяч на улицу Гоголя, к центру которому, наверное, к культурному центру, который будет проходить через нашу Тараклею, и по некоторым селам. И я, конечно же, призываю вас проголосовать за либерал-демократическую Молдову, проголосовать за команду профессионалов, за команду честных и порядочных людей. Доро Ивановна, спасибо. Ваше время тоже истекло. Что ж, это были предвыборные дебаты на НТС. Сегодня в нашей студии были Дмитрий Доро Ивановна, представитель либеральной демократической партии, и независимый кандидат Кулинский Валентин Константинович. Спасибо, я с вами прощаюсь. Уважаемые телезрители, следующие теледебаты запланированы на завтра в 19.00. Приглашены следующие кандидаты. Избирательный блок «Список народа», Демократическая партия Молдовы и независимый кандидат Сергей Ризов. Я напоминаю всем нашим телезрителям, что свои вопросы вы можете оставлять на сайте нашей телекомпании nts.md. Всего доброго, до свидания.